В редакцию нашего телеканала за помощью обратились отчаявшиеся жильцы дома, которые строители буквально замуровали забором, а вырытые рядом траншеи перекрыли последние пути подъезда к строению. Теперь, если кому-то из людей потребуется экстренная медицинская помощь, скорая напросто не сможет подъехать к дому, а пожарным в случае возгорания тушить огонь придется с расстояния. Спецтехника тоже будет не в силе подобраться к зданию. Мало того, со всех сторон жилого дома сейчас идет активная стройка, но о людях, которые в нем проживают, кажется, никто не подумал. От ударов тяжелой техники по своим сотрясается все строение. А оно, кстати, одно из старейших в Наринмаре. Дом построили в далеком 36-м прошлого века. Домочадцы боятся, что после очередного такого удара ветхое здание может не выдержать и рухнуть. Олег Хатанзейский расскажет подробнее. Этому дому, который стоит на заводской, почти 80 лет. Но чиновники продолжают твердить, что строение неплохо сохранилось, и жить в нем можно еще долгие годы. Этот факт подтверждают документы, напечатанные в теплых и уютных кабинетах различных инстанций. Наш дом не стоит ни под какую программу, ни под снос, ни под ремонт. Обращались во все инстанции, спрашивали, что с нами хотят делать. Говорят, дом никому не мешает абсолютно. Хотя с двух сторон ведутся стройки, постоянно колотят сваи. С той стороны садик строится, все перекопали. К дому не пройти, не проехать. Ни скорая помощь, ни пожарная. Никто не может нам оказать никакой помощи. И вызывали депутатов. Они тоже разводят руками, ничего толком не могут ответить. Подписываются нелепыми письмами. Рядом с домом последние несколько лет активно что-то возводят. В этом году строительная площадка развернулась еще в двух местах, и тоже неподалеку от ветхого строения. Когда в землю начинают вбивать свая, жилое здание чуть ли не подпрыгивает. В квартирах содрогается посуда, а со стен сыпется плитка. «Посуда дребезжит. В Ганвеге посуда дребезжит. Но здесь не так ее и много. В той комнате у меня еще в старом Серванте. Но мало приятного. Мало приятного. Они же ведь еще и в субботу, в воскресенье, они, наверное, не долбились. Они до шести и позже ведь». «Вот это вот точно, вот это началось, вот когда вот здесь вот начали добить. Вот там, вот там над печкой, видите, сколько там тоже трещин. Вот это вот, дольше вот боимся, что здесь тоже провалится все. Это вот появилось сейчас уже после этого дома». Вот Надежда Постникова в своей квартире показывает трещины на потолках. Они расползлись сразу после того, как за окнами начали вбивать первые сваи. Женщина вспоминает. Ветхое строение уже выдержало две стройки. Последству сейчас всем домом молятся, чтобы выдержала и третью. Чиновники их страх не разделяют. Они уверенно заявляют, что здание довоенной постройки ничего не угрожает, а конструкции выдержат любой удар. Ведь износ дома всего-то 61%. Привезти в этом здании хотя бы ремонт представители власти тоже, кажется, не собираются. У Надежды Постниковой сохранились официальные документы еще 2002 года. В них четко написано, что в скором времени будет произведена замена полов и окон. Ждет уже 12 лет. «У нас же КСА приходили, даже фотографировали. Фотографии делали, что вот прием, ремонт делать. Но так ничего не собираются. Это вот третья была. Что тут они обещают вам? А тут обещают, что надо, значит, смена полов, переборка, окон. И этого обещания вы ждете уже 12 лет? Да. Узнать у чиновников лично, почему они не сдержали свое обещание от 12-летней давности, нам не удалось. Десятки звонков успеха не принесли. Видимо, они настолько заняты, что постоянно отсутствуют в своих рабочих кабинетах. Тем временем, когда мы впервые посетили строительную площадку и хотели пообщаться с рабочими, чтобы узнать, сколько еще времени люди будут слышать шум в своих квартирах, то застали вот такую картину. Как только мы с камерой появились на строительной площадке, рабочие словно куда-то испарились. И сваи перестали забивать и, собственно, копать. Хотя на часах еще время не обеденное. Неужели поступил сигнал сверху, мол, опять приехали телевизионщики и начали тут что-то копать и критиковать? Ну, нам сказали по секрету, что все рабочие спрятались в вот этот болок. Но после того, как мы уехали, стройка сразу же ожила. Снова заработали бульдозеры и, конечно же... Олег Хатанзейский, Сергей Качугов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.